Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели! Добро пожаловать на 1130M! Мы в прямом эфире, и я имею такое удовольствие представить вам замечательных братьев, моих братьев замечательных по вере. И, прежде всего, я хочу представить епископа Петрана Хайчука. Он замечательного человека, с которым я много-много раз пересекался, и с которым мы подготовили. Я, по крайней мере, помогал готовить передачи. Его зовут Джон. И самое любопытное, что я вот только сегодня узнал, что, оказывается, Джонни — это то имя, это его легальное имя. Вот так на самом деле зовут Джонни. Я почему-то думаю, что зовут его просто Иван. Оказывается, он Джонни. Да, приветствую, дорогие радиослушатели. Как вы слышали из рекламы, буквально уже завтра начинается большая миссионерская конференция, очень серьёзная конференция, целых три дня. И я думаю, что об этом событии братья сегодня расскажут и поделятся перед вами. Спасибо большое. Да, слава Господу, друзья, мы очень рады находиться здесь, в Портленде. Славик Фэмли часто многие, включая меня, имеют возможность видеть, слышать только на волнах интернета. А сегодня здесь мы находимся в студии. Слава Господу! Хочу немножко рассказать о ассоциации, о деятельности, работы ассоциации, миссии «Богу смотрят», и также потом иметь общение с братом Петей, епископом этого служения, и позадавать ему некоторые вопросы. Я хотел бы начать с того, сказать, что в ассоциации состоит 49 церквей, и плюс есть много групп, и это международная ассоциация, где эти церкви и в Америке находятся, и также в разных странах мира. Цель ассоциации достичь все страны и все континенты этого мира, там, где есть души, которые нуждаются в спасении. Также 21 рабцентров есть, и 14 из этих центров, они находятся в Соединенных Штатах, в разных штатах находятся, и я думаю, это число с каждым годом будет расти, так как Господь в последнее время делает последний зов, и, как написано в Писании, Господь послал по изгородях, по переулках, чтобы собрать хромых, слепых и увеченных, и пригласить на брачный пир. Поэтому на данный момент это очень эффективный метод и способ евангелизации рабцентра. Господь дал это помазание, миссии, и дал это ведение, и в этом видим большой успех, и поэтому это число тоже будет расти. Также мы презираем сирот и до в их скорбях. Как Слово Божие говорит, и в ассоциации есть семь детских домов в разных странах мира, и мы за это благодарим Господа, что Он послал в разные страны, где есть большая нужда в этом. И эти сироты не только сегодня имеют приют и питание, и любовь им оказанную, но также эти сироты сегодня могут познать своего Творца и Спасителя Иисуса Христа. Также две миссионерские школы есть. Одна в Америке, в городе Портленде, и также есть миссионерская школа на Украине. И мы молимся о том, чтобы больше открывать в разных континентах миссионерские школы, где будут обучаться люди для подготовки и служения Господу. Я хотел бы также опять повторить, как было сказано, что на эти выходные, в пятницу, субботу, воскресенье, будет конференция. И мы приглашаем всех, кто находится здесь, местные, братья, сёстры, друзья. Друзья, вы приглашены для того, чтобы прибыть на конференцию, принять участие и получить от Господа пищу духовную и то, что Господь приготовил. Поэтому в пятницу в шесть часов вечера будет в церкви, God will provide церкви, в Грещиме будет служение проходить, молитвенное. Мы будем молиться за все страны, за континенты, за проекты. Мы приглашаем, чтобы друзья вы приехали и тоже с нами молились, чтобы Господь высылал тружеников и делателей на Ниву свою. И много будет принимать участие в этой молитве евангелистов, ответственных за стран, по очереди будут выступать и молиться за те проекты, которые Господь вручил. Также в субботу в церкви Нью-Об и воскресенье в церкви Нью-Об будут также проходить служения конференции. Будет в субботу утром в 11 часов информационное такое, евангелиционное. В 11 часов вечера в субботу будет служение с многими свидетельствами. В 6 часов вечера в субботу будет призывное служение. Мы большинство этих служений стараемся делать параллельно по-английски и по-русски, так как молодёжь, им легче общаться по-английски. И так как наша ассоциация, она международная, у нас много румынов в ассоциации, и есть американцы, поэтому, чтобы не был языковой барьер, то мы стараемся параллельно всё переводить из сцены для того, чтобы все могли слышать и получать назидание. И также в воскресенье в 2 часа дня, также в церкви Нью-Об будет служение прекрасное, и в эту программу включено будет рукоположение. 18 прекрасных братьев вместе с женами, братьев и их жёны будут облагословляться на служение, будут рукополагаться на пастырское служение, на служение евангелистов, на служение деканов. Мы хотели разбить это по церквям, но это было бы очень сложно посещать все церкви, 8 или 9 церквей в Америке, и делать в разных местах. И нам удобнее, и легче, и более торжественно делать это рукоположение на месте здесь, в Портленде, где все могут присутствовать, где все могут вместе радоваться, и все могут молиться за тех, которые будут рукополагаться. Сегодня мы хотим провести передачу, и мы молились, чтобы Дух Святой управил и повёл, а мы хотим говорить о евангелизме, о призове Господнем, как Господь призывает, как Господь требует посвящения. И я буду задавать нашему епископу многие вопросы. Мне кажется, что будет назидательно для всех нас, друзья, слышать эту передачу, так как Слово Божие говорит, что, друзья, нам даны ключи Царства Небесного. И Господь нам дал эти ключи, и двери отверстия, и наша задача — призывать людей в Царство Божие. Слово Божие говорит, что если вы умолкнете, то камни возобьют. И поэтому действительно сегодня мы видим, как Господь поднимает тех, которые не квалифицированы для служения, те, которые самые меньше подходят к служению, те, которые раньше имели каменные сердца, и Господь их сегодня поднимает, и они сегодня возвещают весь благую, проповедуют Евангелие повсюду. Поэтому мы хотим сегодня представить, поприветствовать нашего епископа, брата Петю, и потом задать ему несколько вопросов. Да, я приветствую всех вас, радиослушателей. Вот мы сейчас уже начинаем нашу передачу, и миссия «Бог усмотрит» еженедельно будет вести передачу из трёх до четырёх в четверг. Да, но со следующего вторника, а теперь, да, как раз не с четверга, а со вторника программа будет ходить с трёх до четырёх. Да, то есть вы можете слушать нашу передачу. Миссия «Бог усмотрит», мы будем говорить вам новости, мы будем говорить вам наши планы, приглашать также всех вас вместе идти на дело Божие, и таким образом Царствие Божие будет разрастаться. Мы также благодарим всех спонсору, всех братьев и сестёр, которые помогают нам, которые поддерживают нас финансово, которые молятся за нас, всех молитвенников в нашем городе Портлоне, кто слушает нас. Мы сердечно благодарим вас, что ваши молитвы, они услышаны Господом, и мы чувствуем, и мы понимаем, что за миссией, за нами, которыми идём вперёд на благовестие, делать Божие тело, стоят также люди, этот прекрасный тыл, который усуществляет молитвы. Пусть вас Бог обильно благословит. И мы сегодня хотим рассказать вам о чудном нашем Иисусе Христе, как Он благ, как Он делает эти все дела. Миссия Бог усмотрит, она работает с 2004 года, но, в принципе, в 2005 году мы уже открыли первый центр реабилитации, и у нас сейчас их 21. 14 центров реабилитации у нас находятся на Соединённых Штатах Америки, на территории здесь, в различных штатах, в Вашингтоне, в Вайдахо, в Чикаго, Гайо, Калифорния, Феникс, и также в Тексисе сейчас открытый центр. Множество людей пришло к Иисусу Христу. Множество братьев, которых просто погибали, они сейчас спасены. У нас также есть 4 центра женских. У нас есть один центр подростковый в Эврите. Если у Вас есть проблемы, если у Вас есть какие-то переживания, или у Вас дети попали в зависимость, пожалуйста, Вы можете позвонить, и мы всё приложим, чтобы помочь Вам. Если есть место, мы поместим Вашего сына или дочь в центр. Там программа есть 9 месяцев. Если нет возможности, мы будем молиться. У нас есть также списки, где в церкви люди ложат. И также у меня есть молитвенная комната, где есть такой бакс. Я слаживаю туда, когда он полный, потом уже их уничтожаем. Мы молимся за матери, мы молимся за братьев, сестёр. Мы молимся, у кого есть эти проблемы. И в этом мы имеем огромный успех. Только за 2015 год у нас через центр прошло 800 человек. И за протяжением этих годов, которыми мы работаем уже 11 лет, уже около 10 тысяч людей прошло через эти центры. И в прошлый год где-то от 200 до 250 человек были освобождены эти люди, которые были когда-то погибшие. Они сейчас благовествуют. Неследимое богатство Христово. Они миссионеры. Некоторые уехали в другие страны. Некоторые возвратились в другие церкви. Вот недавно мы были в церкви. Наши братья посещали церковь Саенко. И там посчитали 20 человек, которые не работают в миссии, но они освобождены. Они женились. Они имеют семья. Как прекрасно смотреть и видеть, что эти дети, они не погибшие. Они спасены. Конечно, очень много сейчас. Кстати, самый первый наш штат по наркотикам — это Миссачусетс. Вот недавно, буквально в течение месяца мне передали такую сводку, что 7 человек ушло в вечность. Два человека в одно время, буквально неделю назад, два человека вместе, два парня умерли от наркотиков. И они тоже просят нас, приедьте, пожалуйста, откройте там центр. Мы тоже молимся об этом. И вы молитесь. Где масса людей, наших братьев, сестёр, когда-то были в церкви, дети, они погибают от этой, значит, зависимости. Ну, ещё будут какие-то вопросы заданы, я постараюсь ответить на них. Также я приглашаю вас сердечно, дорогие братья, сёстры, всеслушатели. Может, вы никогда ещё не были в церкви или когда-то слышали об Иисусе. Я думаю, вы все знаете. Мы христиане веры евангельской. Мы не называем себя никаким ни писятником, ни пиатистом, мы просто just christian. Христиане, которые проповедуют Евангелие. И мы зовём вас прийти на конференцию нашу, поддержать нас в молитве, посмотреть. С 27 стран будут данные информации, будет многослужение, пение, хор. Посмотрите хор из центра реабилитации, который будет, может, 100, может, 150 человек, я думаю, приедет. Это люди, которые были когда-то погибшие, они будут петь, играть. И также будут у нас, как Джанин объявил, уже в воскресенье будет рукоположение 18 человек. Это братья уже прошли какой-то жизненный путь, испытание. Они будут рукополагаться на служителей, пастыров, евангелистов. Вот такая информация. Пусть вас Бог благословит. Если есть какие-то у вас ещё, пожалуйста. Да, дорогие друзья, вы слышали, что мы большое ударение делаем на рэп-центре и часто говорим об этом. Это служение очень дорого нашим сердцам. За это служение немного похвалы. Не часто услышишь, может быть, комплименты. Конечно, родители, которые со слезами несли на руках молитвы детей, которые дети восстановились, конечно, они очень благодарны, но это служение вообще не очень благодарны, потому что многие приходят. И так как многие приходят, многие уходят, не за первый раз часто эти люди заканчивают программу реабилитации. Не всегда мы видим такой потрясающий успех. Кого-то получается образумить и остановить на путях, кого-то не удаётся, и кто-то уходит. И слышим потом плачевные новости, что жизнь прекратилась, но также есть большие потрясающие плоды людей, которые получили свободу от наркотиков, которые сегодня служат Господу. И многие из них сегодня на миссионерских полях. Многие из них сегодня возглавляют проектами и ответственные за страны. И также, я думаю, на данный момент у нас нет директора центра, который не прошёл бы сам программу, который сам не был бы бывшим наркоман. Все служители практически в центрах наших — это те, которых Господь спас, которым Бог дал свою благодать, явил славу свою в жизни ихней. И сегодня они без требования титула, звания, почёта, они, закачав свои рукава, служат другим людям, служат наркоманам, не бегут сразу устроять свою жизнь, может быть, но служат другим для того, чтобы другие могли тоже пережить радость спасения. Я хотел бы, брат Пётр, вам обратиться и позадавать некоторые вопросы. Пожалуйста. Я знаю, что, как мы уже говорили, 11 лет опыта у вас в служении, и в 27 странах сейчас идёт служение, и поэтому есть чему поучиться, и я думаю, у вас есть сокровищница, очень глубокая, тех ценностей, которые Господь вам дал, и того опыта прошедшего, который Бог вам учил и показывал. И мы хотели бы просто услышать больше и вдохновиться больше. Первый вопрос, который хочу вам задать, это, как вы лично почувствовали призыв на служение? Я знаю, что до того, что Бог вас призвал, вы ни разу не стояли за кафедрой, не проповедовали участие в благовестии, принимали, может быть, только финансами, но сами никогда не проповедовали Евангелие, и вот Господь вас призвал после 40 лет жизни, и я хочу спросить у вас, как вы это почувствовали, как вы это поняли? Дело в том, что деяние святых апостолов мы с вами все, друзья, пишем вместе. Она продолжается и будет продолжаться до пришествия Иисуса Христа. Знаете, не 28, а 29. То есть мы должны стать в ряды, где проповедь Евангелия должна проповедоваться. Я понимаю, есть вопросы, где церковь имеет свои служения, есть воскресная школа, есть всякие проекты, знаете, учения и тому подобное. Это один вопрос. Но второй вопрос, все же Господь, когда уходил с этой земли, Он нам заповедовал, чтобы мы и шли по всему миру и проповедовали Евангелие. Потому каждая церковь, конечно, я считаю, обязана проповедовать Евангелие. И при том чисто Евангелие. Я задавался вопросом, почему именно евангелицизионные проекты, которые идут, и люди каятся на евангелизациях, по статистике 80% людей возвращаются в мир. И я задавался вопросом, почему же, когда спержен проповедовал, когда другие братья проповедовали Евангелие, оставались почти все люди в церкви. Почему, когда мои родители рассказывали, что когда-то кто-то покаялся и присоединился в церковь, это просто были как единицы какие-то, один в области, если кто-то отступил от Бога. Практически все люди, которые приняли Иисуса Христа, они были в церкви. И я так понял всему этому, что люди, которые сейчас начали проповедовать Евангелие с 90-х годов, когда пробуждение началось, оно пришло легкое, оно пришло поверхностное. Людям пообещали прекрасную жизнь и улучшить их комфорт. Людям пообещали деньги, радость, счастье, мир. Да, действительно, Христос дает счастье, Христос дает мир, Христос дает покой во все времена и во все ситуации жизни. Лишь только когда мы выходим с присутствия Божьего, мы ощущаем тоску и разочарование. Это действительно так. Но мы забыли, что действительно мы должны проповедовать крест Христов. Мы должны объяснить грешнику, что он нарушил заповеди Божии, что он действительно грешный. И таким образом, когда мы понимаем, что мы посвечим эту сторону греха, мы приглашаем людей, что будет у вас трудный путь и крест, но в конце вечная жизнь и вечная радость. Почему Христос не пообещал ничего здесь нам сильно такого большого, Он пообещал нам вечную жизнь. Потом, когда мы проповедовали Евангелие и будем проповедовать, то мы хотим проповедовать чистое Евангелие. Это моя цель. И вот сейчас я даже изучаю всех апостолов, их рождение, их конец, как они проповедовали, как они говорили, интересно изучить, то ихний был путь вот такой. Они проповедовали Евангелие Иисуса. Потому люди, которые познавшие Бога и пришли ко Христу, они твердо стояли на тех основаниях евангельских доктринах, что действительно Божий путь — это нелегкий, но вся надежда на вечность. Есть там город, есть там прекрасные убители, где мы будем там жить. И интересно, что эти вопросы меня интересовали. Я был членом церкви, ходил в хор. Хотя меня не разу уже свидетельствовали, может, на радио 10.10. И я задавался вопросом, почему люди не каются, почему церкви такие проекты не делают, как евангелизация людей, там не кормят, колодцы не копают. И начал сильно молиться. И я тогда ездил на траке, молиться начал долго, и по ночам молился. И однажды Господь встретил меня в 2003 году. Это было прекраснейшее свидетельство, прекраснейший день. Как день рождения. У меня в Библии, вот здесь передо мной Библия, она вся исчеркана, правда, как уже тряпка. Но здесь все у меня. Здесь написано в Библии, знаете, такие слова интересные, что, значит, здесь написано 2003 год. Вот, написано. 18 октября, 3 часа ночи, я увидел Господа, который изменил мою жизнь и моя роспись. Вот. И с этого момента вот моя жизнь полностью повернулась. И вот это служение, которое сейчас мы видим, 27 стран, 21 центр, 50 церковь, все, это все милость Божья. Я практически даже не проповедовал, как вы видите, речь моя, как апостол поговорит, да и речь ее незначительная. Вот. И нечем хвалиться вот такой особенностью какой-то, или там мы только Христом хвалимся, но в этот момент жизнь моя полностью изменилась, и я начал получать от Господа откровение, и начал голос Божий слышать. Хотя я был верующий уже 20 лет после того. Вот сейчас уже вот 35 лет я в служении как христианин, и Бог открылся, и мы начали значит миссию, которую назвали «Бог усмотреть». Именно она рождается на Божьем откровении. Поэтому я вот следуя Писания, много людей я встречал, которые ездили на миссию, приезжали, уезжали, и потом занимались тем трудом, которым они и раньше занимались. Я так понял одну ситуацию, друзья, что если Бог лично не призовет человека, и человек не почувствует себя, это может быть через слово, это может быть через проповедь, или через сновидение, или через откровение Господа, как апостол Павел видит вся Евангелие на откровениях Божьих. Если человек, не получивший от Бога личного призвания, он долго не будет, и он сдается. Допустим, в нашем центре, когда люди приходят, то они две недели побудут, и сразу человек определяется, с какими мотивами он пришел. Но когда на миссии, он может год-два побыть, смотришь, человеку очень тяжело. И я вообще хочу поделиться таким, знаете, свидетельством, что если Бог не призвал человека, ему страшно тяжело, это просто неописуемые муки. Это человек мучается, он бедный, поедет в Африку, или поедет на Украину, он считает дни, когда он назад приедет, и это, понимаешь, сфотографируйте мне машину, это все, понимаете, как бы скучает, он нету призвания, понимаете, и люди таким образом запутываются. Но если Бог призвал человека, ему это служение легко, и он делает это с любовью. Почему, если вопрос касается призвания, мне не однажды Бог говорил, я, знаете, вот едешь на миссию, все же скучаешь за семьей, жену оставляешь, детей, это еще раньше было, давно, и Господь меня так уразумил, говорит, если ты делаешь это доброохотно, ты будешь иметь награду, и это из любви сделано. Но если ты просто принужденно делаешь, только лучше оставь чем отдан, понимаешь, не надо ехать. Даже Христос не хочет, чтобы мы что-то делали без любви, чтобы мы что-то делали без каких-то, ну, как бы высказать, вот, так просто, чтобы мы делали это вот по любви к нашему Господу, который возлюбил нас. Христос нас возлюбил, Он дал Сына Своего, и все это, вот, не что, как иное, как любовь к Господу Иисуса Христа. Вот, мы знаем, что, вот, если взять апостол Петр, он натворил немало делов, и отречения, и всего подобного. Но что его коснулось сердца, когда Иисус встретил его на берегу, он сказал, Петр, любишь ли ты меня? Говорит, да. Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Вот это двигает всех миссионеров. Если этого не будет, друзья мои, то, конечно, очень трудно, тяжело быть и служить Богу без этого призвания. Потому, как я почувствовал, я начал, значит, Джани, я начал искать, молиться, и я начал думать очень глубоко. вот мне тогда было уже 42 года, думаю, Господи, это все, что ли? Вот просидеть здесь в церкви, бросать кошелку, попеть халилюя, жив Господь, пред которым мы стоим, да, и пойти опять на работу. И думаю, пройдет время, что, если я встречусь с Господом? Где то, что оставить семью, оставить дело, а где то, что отдать на алтар свою жертву положить? И вот эти вопросы тревожили меня. И таким образом, вот в этом 2003 году, 18 октября, в 3 часа ночи, моя жизнь была полностью изменена. И до сегодня, уже сегодня уже, если взять по счету, то 13 лет, как Бог меня, вот, можно сказать, призвал, а уже миссия 11 лет. После этого мы начали ездить на миссии, свидетельствовать сначала, вот так смешно получалось, эти все свидетельства, все я вспоминаю, все интересно. Но, тем не менее, потом началось движение, пришли братья молодые, и миссия сейчас развивалась, так, насколько много, что я сам даже, ну, удивляюсь. Вот, допустим, последняя миссия, мы поехали в Россию, вот, просто поехали тогда, и Господь сказал, первое место, когда будет Господь открывать и ехать, нужно помолиться, и мы едем с братьям с постом, с молитвом, молимся, и потом Божьи действия. Я, к примеру, сейчас свидетельствую вам, в этом году мы открыли Россию, сейчас там открытый центр, сейчас там купленный дом, сейчас семья с Москвы переехала на постоянное место сожительство и детмассонерское отдел. То есть, каждый проект, который Бог открывал, они влечут за собой действия и свидетельства огромные. Пусть Бог областовит. Слава Господу! Интересно, друзья, что я извлёк из этого свидетельства, что брат Пётр 20 лет сидел в церкви, христианина, и пришла большая изменение в жизнь, пришла слава Божья, тогда, когда он больше не был доволен своим состоянием и захотел больше. Интересно, многие думают, что призвание от Бога приходит как-то сверхъестественно, и там Господь ангелов посылает или свет с неба, и Бог говорит, я тебя избрал, ты у меня особенный в моих глазах. Но мы слышим, интересно, я тоже назидаюсь, что брат Пётр 20 лет проходил, начал задавать себе вопрос, неужели это всё, от жизни, неужели я вот так проживу и потом умру, и просто начал больше нуждаться в Господе, искать Бога, и Господь тогда призвал на служение. И, друзья, мы это видим всегда, вот, повсюду, когда много я уже слышу свидетельств и тружениками встречаюсь, когда мы недовольны своим состоянием, когда мы начинаем искать Господа, Господь начинает открывать двери, начинает что-то двигать в нашей жизни, и тогда приходит это призвание. И Слово Божье говорит, приблизьтесь ко мне и приблизюсь к вам, говорит Господь. Поэтому, друзья, сегодня такой призыв для всех нас, чтобы мы не были довольны тем, что мы просто спасенные и ходим в церковь, чтобы мы начали искать Господа, чтобы наше сердце начало сегодня тревожиться, потом, чтобы видеть славу Божью, и Господь не замедлит. Слава Господу! Сейчас будет музыкальная пауза, и после этого мы вновь возвратимся, и у нас еще есть много вопросов, которые мы хотим задать брату Пете. Дорогие друзья, вновь мы хотим сказать, что сегодня передача «Богу смотрит», и сегодня мы задаем вопрос у епископа, брату Пете, на хачаку. Он так прекрасно поделился с нами, как Господь призвал на служение, и мы извлекли из этого урок то, что если просто довольствоваться тем, что есть, то мы в таком состоянии и перейдем через Иордан и уйдем в вечность. Но если начать искать Господа, то Бог не замедлит. Он прострет свою славу в нашу жизнь. Господь явится, Господь будет открывать двери. Бог желает свое сердце разделить с нами, чтобы мы знали Его волю, знали Его дела и исполнили Его волю и совершили Его дело на этой земле. Брат Петр, еще к вам такой вопрос хотел бы спросить. Вот, мы слышим об этой славе, мы слышим, что 21 центра по странам и 14 из них в Америке, и детские дома, и церкви открываются, и миссионерская школа. Вот, заканчивают. Ну, среди этих всех потрясающих свидетельств испытываете ли вы трудности в служении? Сталкиваетесь ли вы с тяжелыми моментами, может быть, с разочарованием, с трудностями? Потому что, когда свидетельствуют, то обычно говорят о славе Божьей, мало говорят о трудностях. Нет, никаких трудностей, просто аллилуйя. Все как в сином цвете. Я жрю. Конечно, дорогие братья и сестры, взявшие это служение, которое Бог дал, у нас очень много трудностей, переживания и слез и тому подобное. Но мы утешаемся Господом, что, смотря назад и видевши плоды, видевши души, вот эти самые, как поднявшие. Знаешь, вот, когда ты проповедишь Евангелие и смотришь, ну, человека ты видел первый раз, он вышел на покаяние, это одно. А второе, когда ты, когда ты увидел этого человека, какой он был, и сейчас он сидит с женой, с детьми в церкви, просто радуется сердце, и это неуписуемая радость, неуписуемые плоды. Потому, видите, друзья, когда Бог призывает, то интересно, Господь тоже все не говорит. Вот. Если бы, допустим, Иосифу сказал Господь, что, Иосиф, ты будешь, ну, 20 лет в тюрьме сидеть, потом в яме побываешь, тебя будут гнать в Египет, может быть, он подумал, но он просто видел Господа впереди. И Господь, когда открывает, Он всегда как бы вдохновляет нас. Говорит, я тебя избрал евангелистом, проповедником правды, нести весь Евангелие в правой и левой руке. А это просто потрясение. Это же чудесно, понимаете. Я думаю, о, вот это слава Иисусу, Дух Святый, все-таки призвал, Господь избрал, Аллилуйя. Но, когда мы встретились дальше с трудностями, вот, то, конечно, я тогда увидел в этом, что это не так просто. Одна из трудностей, самая тяжелая у меня была, это в 2007 год, когда мы возвращались из Индии, я болел в малярии. Многие знают и свидетельствуют об этом, и я свидетельствую, молились, и Бог истелил, слава Иисусу. Но, как это было просто, я держал карты в своих руках, и у нас был тогда проект первый, значит, детский дом строить. И я такие планы нарисовал себе. Да ты что, потрясающе. Едем в самолете, то есть летим в самолете, я там рисую все, думаю, вот это Аллилуйя. Вот, и вдруг я приехал домой, потерял сознание, 42 дня пробыл в болезни, и я понял, что Бог начал беседовать со мной, и в тот момент, трудный момент в жизни, когда у меня шесть минут сердца стояло, и я увидел свет большой, и я увидел, что Бог говорил, что я помилованный, а правда не понял, что уже был переход в вечность. Я теперь немножко понимаю, когда человек умирает и уходит в вечность, в одну секунду приговор твой звучит. я слышал ясно-четкий голос со всех концов земли и с неба вроде снизу-сверху, что я помилованный, и правда. И потом Господь все-таки возвратил назад, и я был истелен. Вот, почки у меня не работали, у меня очень много всяких болезней было, потому что это долго я лежал в этой больнице, и Бог меня истелил. И я благодарю Господа, что я заболел. Почему? Там есть плоды. Именно в этой больнице работала одна сестра, она просто покаялась, она говорит, я уверовала в Иисуса Христа сейчас в нашей церкви, член церкви, даже подруга моей жены, она постоянно вопросит, говорит, видела своими глазами, как все уже готовились к похоронам, как бы человек уже умирал, и здесь мы увидели славу Божию. Смотрите, трудности будут, и трудности есть, но в них всегда есть великая слава Божья, которая нас окружает, и мы всегда видим плоды, даже если мы имеем какие-то неприятности, финансовые проблемы, или, допустим, в мусульманские страны едут наши братья и сестры, вот, допустим, в Индонезии недавно, вот, я был там на открытии детского дома, и там окружили наших сестер, они там плакали, они кричали, мусульмане хотели побыть камнями, понимаете, это просто нелегко, ты вот знаешь, что тебя может побить, и ты понимаешь, что в этом всем есть слава Божья. В любом проблеме, в любом переживании всегда мы увидим, что есть плоды, потому мы, когда оглядываемся назад на наши проблемы, переживания, болезни, неустройства, всегда видим Божье присутствие, потому это очень тяжелый труд, и когда-то мне интересно, если не знаю время, как у нас, я подошел к одной православной бабушке, говорю, бабушка, вы читаете Слово Божие, так хотел просто поговорить, она так посмотрела на меня, говорит, молодой человек, я так понял, что вы очень далеки от Бога, вы просто не знаете, что вы спрашиваете, вы, говорит, хотя бы начните раз в церковь ходить, потом раз в неделю, а потом молитесь Божьей Матери, а потом она поговорит с Христом, может, он на вас посмотрит, и вы покаетесь, и даже если вы покаетесь, то вас очень тяжелая дорога ожидает, я так послушал, я, конечно, ничего не сказал, говорит, пусть вас Бог благословит, я думаю, как прекрасно, что мы не Божьей Матери молимся, не иконам, а мы Иисусу Христу, который нас призвал и который ведет, и даже если трудно нам идти, мы все равно идем за Господом, слава Ему. Аллилуйя. Да, Господь никогда не обещает легкий путь, и поэтому многие соблазняются, потому что становятся на путь Господний, и когда встречают трудности, они соблазняются и отступают назад. Брат Петр, хочу еще задать вам вопрос. Вот вы, пройдя много трудностей уже на протяжении 11 лет, и служение так разрослось, и все, но это все не гасит вашу надежду и ваше устремление, и ваше желание достичь все страны мира. И я думаю, может быть, вы ни разу вставали, и ни разу пришлось эти разлуки переживать с женой, потом с детьми, и вы дальше имеете такое победоносное направление, как Халев когда-то, я говорил, мне 80 лет, но я все же силен. Я хочу спросить у вас вопрос, откуда ключ успеха в этом служении, откуда такие потрясающие результаты? В каждом служении есть что-то уникальное, где вы черпаете вот это ведение, эту силу, как вы это получаете? И дело в том, что каждый человек может сломаться. Если кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Есть моменты, где Бог дает нам восхождение. Мы видим славу Божью, мы видим благодать Божью, служение и тому подобное. Когда-то мне отец, он уже 50 лет был на служении, он мне говорил, что у тебя разные будут в жизни ситуации. И есть у служителя всегда Божьего и у помазанника Божьего или даже человека, который несет какое-то служение, у него есть восхождение, то есть вперед, аллилуйя, то есть голова крутится просто. Странно там все, знаешь. А потом есть нисхождение, когда ты нисходишь, что у тебя нету ни силы молиться, ни дерзновения, ни друзей, никого. Это в каждого человека так есть и будет. Это духовная борьба. И потому у нас часто случается это, но единственное, что держит нас, вот почему я первый раз недавно, сейчас я сказал, когда мы введем программу, что нужно иметь откровение от Бога. И когда мы возвращаемся на такие положения, где мы начинаем колебаться, и думаем, зачем мне вообще нужно вообще вот центры открывать, бегать, ездить по этим странам, жить нормально, взять видео хорошее, поехать природу заснять, понаблюдать, как Господь создал всё, поблагодарить Господа, ну, такой уже и свести. Но что-то влечёт. И вот именно когда Бог даёт это, и откровения вот эти, и когда трудности приходят в жизни, то тогда ты вспоминаешь ту встречу с Господом. и всё проходит. И главное, для кого мы работаем и на какой Ниве и на какую компанию, можно так сказать, мы работаем. Или мы на компании церкви, на компании миссии, центра, или мы на небесное царство, где Бог участвует и Бог идёт впереди. Поэтому мне как бы я радуюсь, да, что много служений, там аллилуйя, но мне насколько интересно, как оно, главное, чтобы был доволен Христос. Мы работаем на Божию, поэтому мы не преследуем никакие цели, никакие там создать тут какую-то партию, или там братство, или там ещё что-то, хотя это всё нужно, структура и тому подобное. Но мы преследуем, вот, чтобы угодить Господу. И потому мы так двигаемся. То в нескольких слов ключ к успеху вашего служения. успеха. Вот почему это глубокое искание Господа и многочасовых молитв. Это каждому по совету, я не буду говорить, сколько я молюсь, оно не нужно повторять. Я не хочу, чтобы повторяли, но я хочу, чтобы все глубоко искали Господа, закрывались в дом или где-то в молитвенной комнате. Допустим, у меня есть молитвенная комната, я провожу там время очень долго и часто. там целая система. Там и карта, там и елей, там и гитара, там и труба, и камень из ручья Давида, там интересно. И когда у нас нет времени говорить о миссионерской школе, когда мы учим их и последнюю неделю, так я их учу практически называется общение с Господом, там отчерпаю, и даже Господь не раз мне указывал, говорил, ты даже больше сделаешь вот здесь молитвенную комнату, нежели будешь бегать вот везде. То есть интересные стратегии. То есть мы черпаем на коленях, в постах, молитвах, это наша, можно сказать, база. И так мы учим и в церквях, и мы учим в школах, в центрах. мы очень прекрасно знаем, что это есть источник нашего движения. Дорогие друзья, интересно, да, мы слышим, что ключ всего этого успеха, это не есть какая-то программа, не какая-то копировка другого служения, а ключ успеха в служении этом, это молитва, и посредством молитвы получать силу и откровение от Господа, и двигаться вперёд. Это очень интересно и очень прекрасно, и я хотел бы тоже всех поширить, друзья, чтобы мы не копировали другие церкви, не копировали миссии, не копировали школы, чтобы у нас родилось это откровение в сердце посредством молитвы, чтобы мы пребывали с Господом в общении, а Он укажет нам предназначение, для чего мы вообще здесь живём на земле, для чего мы существуем, для чего Он нас создал. Он нам укажет то, что Он хочет от нас, и то, что мы должны исполнить на этой земле. Брат Пётр, сейчас будет рукоположение, у нас время заканчивается, понятно, будет рукоположение 18 братьев, а некоторые из них это бывшие наркоманы, вот, некоторые из них никогда не были в мире, иногда такие высказаны, такие обвинения, что вы рукополагаете халатно, вот, вы рукополагаете людей, неиспытанных на служение. Я хотел бы спросить, на каких основах, на каких условиях, основах рукополагаются люди на служение, и мы видим 18 человек, это каждый год много людей, на каких основах, и как вы подходите к рукоположениям на пастырское служение евангелистов, как вы смотрите на этот вопрос? Да, каждое служение имеет свое направление, допустим, пастырское служение, это человек, который уже проработал евангелистом, был служителем, имеет какое-то служение, его благословляет на служение, вот, есть евангелисты, которые работают на распространение Евангелия в странах третьего мира, есть диаконы, которые в церкви, значит, у нас есть три периода таких, которые у нас есть люди, которые приходят в Центр реабилитации, они пробудут там 9 месяцев, и после 9 месяцев мы их посылаем в школу. И в школе они учатся 4 месяца, у нас есть в школе 4 программы, они проходят программу 4-месячную, затем они едут на миссию, после миссии они приезжают и трудятся в каком-то служении и в каком-то церкви, и пастыр той церкви смотрит, что этот человек способен в этом направлении, это проходит 2-3 года, и после этого мы благословляем таких людей на служение, которые они, можно сказать, заслужили, и они дарованы от Бога. Поэтому мы нелегкомысленно, там вот, допустим, с Центра человек поднялся, мы его тут уже на служителя, мы посылаем людей и в школу, и также мы посылаем людей на миссию, на миссию ездить, проповедовать Евангелие, и таким образом они уже потом, сейчас будут руководствоваться на служителях. Это очень серьёзное дело, это святое дело, это таинство веры, и мы это не делаем легкомысленно, мы делаем это со страхом. У нас вот вчера закончился трёхдневный пост, вот, все наши церкви были в посте, в молитве, некоторые братья уезжали на океан, удалялись вообще от общества, как бы пребывать с Господом в общении, и таким вот путём мы идём, как по Писанию написано, что возложивши руки, пребывши в посте, молитвы, вот, и благословляем нас служителями. Да, слава Господу, друзья, мы слышим, что люди сначала испытаны, и я как понимаю, что в ассоциации мы благословляем людей на служение не из-за какой-то наших желаний, а именно из необходимости. Эти люди уже несут это служение, они исполняют его, служение растёт, и их рукоположение подтверждает просто то, что они уже делают в Господе. Вот, поэтому слава Господу за это. У нас время стекает. Хотел бы спросить, сколько уже всё, да? Хорошо. Значит, закончилась у нас передача. Дорогие друзья, больше можете узнать, намного больше на конференции. Номер телефона брата Пети, если есть вопросы, 971-404-9939. Мы были рады сегодня иметь с вами общение. До следующего вторника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова